Добрый день, друзья! Здравствуйте! И мы сегодня решили тоже сделать прогноз на 2021 год от инфодайверов. Не такой, как в прошлом году. Мы не будем глубоко грузиться и рассказывать вам про те неприятности, которые должны постечь нашу землю. Вот как-то принято у людей, чтобы им рассказали о ДТП, о крушениях, о обвалах, о АААА, но почему-то не о счастье. Будем это делать. Не будем. Да, не будем. А нам как раз-таки лучше о счастье поговорим. Поговорим о счастье. Дело в том, что когда мы начали смотреть 2021 год, на самом деле, вот если брать совсем по-честному, год очень сложный. Но мы его назовем пластилиновым. То есть что из него слепишь, то и будешь иметь. И это настолько очевидно, что если сознание человека вот сейчас осознанно перенаправить на созидание, а не на разрушение, то можно слепить хороший год. Давайте мы его слепим вместе. Мы будем касаться каких-то крупных тем, и мы будем говорить, где у вас есть возможность, либо вниз, либо вверх. И тогда будет понятно, что давайте все-таки делать вверх, для того, чтобы жить счастливо. Итак, мы начинали с января месяца, осмотрели этот месяц, например, для Беларуси, для России, для всего мира. И да, этот месяц вот начинается празднично, но к середине месяца не только в Беларуси будет момент такой... Как острый такой, да? Острый момент, да. Вот этот момент, причем он не только для нашей страны, он в США тоже проявится. Вот этот момент, его можно обойти. Его можно обойти, действительно, нарисовав другой сценарий. Сценарий, где будет все хорошо с экономикой, где не будет обвалов валют, где не будет споров за президентский пост, где не будет напряжений политических, экономических и протестных. Поэтому давайте создадим, чтобы этого ничего не было, чтобы было спокойствие, экономическая стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Потому что если вы направите свое внимание на стабильность, то будет стабильность. Если вы направите свое внимание на то, что будет счастье и будет демократия и будет свобода волеизъявления в Америке, потому что там точка напряжения тоже достаточно большая, значит она так и будет. Если мы говорим об экономике Беларуси, направьте внимание на рассвет, на то, что предприятия работают И то, что действительно люди начнут в 2021 году самостоятельно уходить с крупных предприятий, перестанут их обременять своей заработной платой, а начнут реализовываться. Хотите вы это или не хотите, но в течение этих 12 месяцев вам придется это сделать. Каждому человеку, кто хочет иметь стабильный достаток, доход, придется работать на себя. Придется выбирать тот момент, когда он откроет свое ремесло, откроет свое какое-то дело, начнет работать либо руками, либо головой, либо еще как-то и осознает, что бюджет его не тянет. И вот просто так пересидеть и быть спонсированным государством или еще кем-то не получится. Поэтому вот этот год будет переходным и уже середина января она четко начнет тревожной кнопкой выдавать. Пум-пум-пум-пум-пум. Ребята, принимайте решение. Пора начинать работать. Вот это будет. И будет не только в Беларуси, повторяем, то же самое будет и в других странах, потому что процессы идут примерно приблизительно близко. И дальше следующая у нас точка из таких ярких сияет в середине февраля. В середине февраля есть угроза целостности, например, Беларуси. И я бы хотела, чтобы опять-таки люди внимание перенесли на то, что мы действительно живем в середине Европы. У нас огромная страна с огромной историей. И мы действительно достойны того, чтобы называться Белой Русью, землей богов. И мы действительно много работаем и много предпринимаем усилий для того, чтобы наша страна была очень классной, развитой. И действительно у нас есть возможность иметь целостное, огромное государство, где действительно развитые люди живут, где действительно живут боги. Поэтому мне бы хотелось, чтобы внимание было сконцентрировано именно на созидающей части. Да? Вот ты что бы людям порекомендовала? Куда направить внимание для того, чтобы февраль месяц в нашей стране был офигенный? Потому что реально там решения будут приниматься глобальные. Ну, наверное, давайте научимся просто, научимся создавать именно то, что хотелось бы нам. А нам что хотелось бы? Естественно, спокойного, ровного, не знаю, счастья. Спокойного счастья, да? И мне бы хотелось вот еще дополнить, сказать, что счастье. И надо понимать, что мы сами отвечаем за то, что мы творим. Вот помните, каждый момент, когда вы что-то делаете, помните, что не кто-то отвечает за то, что вы делаете. Нету виновных в том, что там что-то вам не привезли, или что-то вам не сделали, или что-то вам не дали, или еще что-то. Это вы не доделали то, что вы начали. И вы всегда несете ответственность за то, что вы уже сотворили. Потому что вопросы несения ответственности, начиная с февраля месяца, уже будут очень актуальны. Уже все начинает заворачиваться в пространстве таким образом, что Бог контролирует, насколько человек ответственен за свои поступки. И, соответственно, начинает работать правила бумеранга. Оно будет работать вот в моменте здесь и сейчас очень быстро. И февраль месяц в этой точке он будет спусковой. И плавно февраль, те решения, которые будут приниматься в феврале, и которые повлияют в дальнейшем на события вообще и в нашей стране, и в других странах, они приведут к марту. Март будет наполнен решениями. Март будет золотым месяцем. Март будет переходным месяцем. Начиная с марта месяца, вот уже, если вот эти первые три месяца этого года лепить крайне сложно, потому что здесь уже много слеплено, да, здесь можно только ожидать и каких-то, ну, внесения дополнительных изменений, то начиная с марта месяца дальше пространство для созидания. То есть с этого момента, март и дальше апрель месяц, да, начинается, господа, что вы себе в голове сотворите, то тот фильм вы и будете смотреть. Если вы в своей голове будете творить чужие игры, вы будете играть чужие игры. Если вы в своей голове сотворите свое дело, свою семью, свое развитие, свои доходы, все свое, вы будете это иметь. И вот все, что касается вот этих коллективных игр, они уйдут на задний план, потому что становится очевидным, что можно создать все, что угодно. Можно создать разрушение, можно создать развитие. Направьте, пожалуйста, свое внимание на развитие, начиная с апреля месяца, переход в развитие. Единственная помеха, которая будет еще висеть в апреле и какую-то часть мая, действительно заболеваемость ковидом, она есть, и она постепенно будет снисходить вниз и уйдет. И ковид как маски, как ограничения и так далее, как элементы политики, как элементы экономики, он тоже будет уходить на нет, он еще какое-то время провисит, там осенью еще вспыхнет. Но потом он уйдет, как страшный сон, и человечество будет его вспоминать, причем будет вспоминать разными вариантами. Кто-то будет вспоминать как величайшую аферу, кто-то будет вспоминать как величайшее горе, которое унесло близких, а кто-то будет вспоминать как величайшее исследование. Кто-то, у каждого будет свое воспоминание. И на самом деле это очень большая тема, ковид очень большая тема, как экспериментальная, как научная, так общечеловеческая, так военная, так, 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 у нее она очень разноликая И взять и сказать, вот как примитивно люди требуют, скажите это хорошо или плохо, вот делить в данном случае на хорошо и плохо, это наверное самое глупое, что может быть Эта история у человечества была, эта история подходит к своему еще не концу, но уже она перешла в пиковую фазу Дальше фаза выльется в вакцины, дальше она выльется в бизнес, дальше она выльется в исследования, расширения И потом на следующей волне, потому что будет еще и следующая волня, но она уже будет называться не ковид и так далее Это все, это процессы игр в болезни, да? Это все у человечества очевидные такие вещи, которые будут Все, что касается людей, их внимания и будущего Ну блин, здесь настолько очевидно, что вот начиная где-то с апреля месяца и дальше Все, за что вы возьмете ответственность на себя, то вы и будете видеть Те игры, которые вы создадите, вы и будете иметь И сейчас время создавать Я понимаю, что очень тяжело создавать, когда никогда не создавал, когда всю жизнь играл в чужие игры Потому что тот же самый бизнес, он всегда предлагает играть в игры крупного бизнесмена Исполнять его мечту А где ваши мечты? У вас вот этот год, этот год Почему мы говорим он пластилиновый? Потому что он очень сильно сжат Вот комок пластилина Он очень сильно сжат, в нем очень много рамок Он может быть настолько катастрофическим Если направить внимание на катастрофы И в то же самое время, вот перед вами кусок пластилина Вы можете взять из него каждый, вот кто смотрит это видео Осознанно, я липлю себе дом А я липлю себе семью А я липлю себе реализацию А я липлю себе счастье И вы его распушите И те области, где человеческое сознание будет из него лепить Новое Именно лепить, именно созидать Уже начиная с сентября, с октября месяца Вылиться большим плюсом И если таких людей, кто начнет лепить осознанно, будет много То вот этих вот зажатий и катастроф, которые вызваны, обвалов, которые вызваны вот этим всем Вы сможете избежать и останетесь действительно В вашей реальности будет присутствовать счастье В вашей реальности будет присутствовать любовь, реализация и так далее То есть осознанный подход в этом году может сотворить чудо И если проявлять вершины осознанности до марта месяца включительно крайне сложно То начиная с апреля переключите свое внимание Послушайте все-таки нас и помогите и нам тоже в этом плане И мы сможем видеть действительно счастливый год Точно так же убрав внимание с катастроф, цунами и так далее А переключив на то, что действительно в этом мире правит то, что мы создаем Мы можем создать очень много плюсов Да, смотрите, мы привыкли жить смотря, что нам положили в тарелочку А давайте попробуем вот то, что в тарелочке у нас создать Просто создавать Наше внимание на самом деле оно бесценно И вот этот пластилин, как мы говорим, пластилиновый год этот для нас Наше внимание пусть этот пластилин размягчит И сделает мягким и пластичным И мы будем лепить то и создавать Год создания То, что нам действительно хотелось бы видеть в своей жизни Не то, что мы создаем Не то, что нам преподносят А то, что мы создаем Что хотим И первое, вот с чего бы я посоветовала абсолютно всем людям начать создание Это создайте свое дело, свою реализацию Это настолько важно, чтобы у вас не было потом плача Что вас обмануло государство Вам не заплатили содержание Вас уволили, вас сократили, вас еще что-то Нет, вы сами Возьмите ответственность за свою жизнь на себя И сделайте этот шаг к себе настоящему На самом деле в этом году будет очень интенсивно развиваться наука И будут новые открытия в квантовой физике Новые изыскания будут на тему Как это называются эти червоточины или как они Норы Норы вот эти, да Там будут открытия, там будут изобретения Человечество начнет уже более-менее серьезно говорить о машине времени Этот год, он даст невероятные прорывы Вот в квантовой физике Даже больше не физике, там будет соединение И астрофизики, и астрохимии И вот все, что связано с этими квантовыми состояниями Квантовыми переходами В этом году просто взрыв Взрыв вперед движения То есть люди, которые увлечены И которые исследуют эти темы У них будут прорывы И у человечества Именно этот год пластилиновый Он поставит человечество перед выбором Вообще в общечеловеческом масштабе Вы развиваетесь или вы тупите То есть вы можете остаться в предрассудках В невежестве и так далее В том, в котором вы пребывали тысячелетия Или вы можете сделать шаг в науке В культуре, в развитии, в творчестве И пойти дальше И на весы встанут И закачаются весы И под религиозными направлениями И будет очень много точек Когда те вещи, которые человек закрывал глаза И лгал себе Принимая это за догмы За какие-то главные вещи в своей жизни Они вдруг закачаются За главные ценности Закачаются, и человек задаст вопрос Подождите, а кто я? А зачем вот это? А как это так может быть? Ну ведь это же очевидно Мы же уже не на необитаемом острове живем Мы же уже не с папуасами пляшем Все-таки мобильниками пользоваться научились Вот этот год Для движения цивилизации вперед Он судьбоносный И он не просто так переходный Здесь у человека будет еще выбор По тому, как он будет жить И в каких состояниях он будет пребывать И те люди, которым ближе те состояния Которые соответствуют 19 веку Там 20 веку Да, действительно здоровье будет сдавать И человек, кому ближе те состояния Он будет уходить Снова играть в прошлое Потому что его сознание не держит чистоту Да, как говорим мы Люди, которые выберут развитие Которые выберут действительно реализацию Которые выберут состояние высокочастотное У них будет возможность двигаться вперед Двигаться вперед в развитии Двигаться вперед в познании В себе, в раскрытии своих способностей В том числе и психических Это переходный год Пластилиновый год Вот этот год Что слепите, так и будет И вот от того, что вы будете лепить И как вы будете лепить Будет напрямую зависеть ваше здоровье Потому что в данном случае Если вы увлечетесь сильно Чужими низкочастотными играми То, соответственно, вы и будете в них играть Но не в этой эпохе А там, где частота соответствует тому времени Вот мы говорим, наверное, банальные вещи Говорим достаточно так обтекаемо Хотя, на мой взгляд, они настолько конкретные Просто у каждого человека Если он развернет свою жизнь на этот год И посмотрит все точки, куда он может двигаться Он увидит, у него, начиная с апреля месяца У него постоянно вот такая вилка Вверх-вниз, вверх-вниз И можешь двигаться вниз Ныть, погибать Кто-то тебе должен выносить ответственность Пошло-пошло Либо вверх И в зависимости от того, что вы выберете Уже глобально это будет влиять на 22-й Даже 23-й, 24-й годы А 21-й это всего лишь точки выбора Точки выбора И весь год будет соткан из выборов И предложений вам сыграть в чужие игры И игры будут предлагаться очень многообразные И от того, в какую игру вы выберете играть Так и будет А на самом деле, начиная с апреля месяца Вас завалит предложениями в разные игры А январь, февраль и март Уже эти предложения структурированы И предопределены И вот на них влиять уже сложно А дальше, дальше, дальше Начните хотя бы с апреля Но с апреля есть возможность вывести все в плюс В очень большой плюс В стабильность, в процветание И сделать вокруг себя тот райский сад Который вы захотите увидеть вокруг себя Не придумывая и не оправдывая это чужими играми В апреле месяце В апреле или в конце марта Там у нас появятся все-таки те, кто нам помогают А, подожди, в марте, по-моему, в конце марта Да, у нас на горизонте появится интересная персона Мы пока не знаем, кто это Но нас порадовало, что она женского пола И будет определенная роль играть еще женщина Которая поможет вывести наше общество в плюс Общество ли, либо как Либо-либо Вот эту роль мы пока еще не поняли Но роль какой-то женщины Какого-то персонажа Которая будет влиять сильно на процессы в обществе Она начинает нарисовываться И это никто из известных ныне персон Это некто, вот новый, новый, новый Новый человек, который войдет в наше общество Скорее всего в политику или в экономику Да, и... Она как выплывет внезапно Выплывет, и выплывет на взаимоотношениях с Европой Она как-то выплывет, как-то... Но это неизвестный сейчас персонаж Это будет работать в плюс Вот это из коллективных игр Которые можно сказать, что да, они уже нарисованы Но вот эти персонажи еще просто не проявились И это будет положительное проявление Ну и мы надеемся, что в февраль месяц Сохранит целостность нашей страны И действительно... Действительно у нас все будет хорошо Потому что внимание людей будет направлено На созидание и на собственную реализацию И люди все-таки научатся брать ответственность За свою жизнь, на себя Тогда все будет отлично Несмотря на то, что этот год переходный и пластилиновый Угу Еще дополнишь, что нет? Да нет, все хорошо Давайте направим наше внимание вот именно На создание самими нами То, что нам хотелось бы И уберем из внимания Катастрофы, обрушения Затопление островов Там еще чего-то Вот это вот все убираем Мы всем людям желаем просто счастья Вот это все из внимания надо убрать Если вы видите такие прогнозы И слышите, и вам говорят Даже на нашем канале у нас есть там предсказания Вот эти Сразу вот это событие зачеркиваете И удаляете Трансформируете его в свет Для того, чтобы оно не состоялось Потому что сейчас ваше сознание создающее И оно может участвовать Либо в разрушении Либо в созидании Натальте его на созидание На счастье На счастье Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok